Мы берем ножки в ручки и попеременно вот так вот их к себе от себя. Твердо стоять на ногах начинающим йогам совсем не обязательно. Об этом мог бы рассказать 11-месячный Даня, если бы умел говорить. На занятие он сегодня попал впервые, как и его мама. Для Яны это первая тренировка после родов и такая долгожданная. Проблематично сходить куда-либо в спортзал и для себя уделить времени. Поэтому здесь максимально ты тратишь время и на себя и на ребенка в целом. В части концентрации внимания, наверное, немножечко тяжеловато, потому что ему интересно, ему хочется везде походить, все потрогать. Но в любом случае несколько упражнений у нас удалось сделать. Заниматься такой йогой можно с первых месяцев жизни после консультации с доктором. Мамам она позволяет быстрее вернуться в форму и деткам избежать вывихов суставов, коликов, поскорее окрепнуть. И для обоих прекрасный способ общения. Здесь же можно делать и упражнения, и сразу же какие-нибудь стишки, потешки, песенки петь. Даже вот ходьба, там мама делает упражнения и держит ребеночка и как раз это время поет. Или если с коленочки она его скатывает, нам же там петь, поехали-поехали за грецкими орехами. Ему это нравится, он слушает, запоминает. Малыши в другой группе тоже приобщаются к занятиям, только пока в животике у мамы. Появление второго ребенка Анна ждет к концу августа. Привыкшая к занятиям зумба и фитнесом, на йогу она записалась в 16 недель беременности. Изменения в организме сразу чувствуются. То есть снимается тонус организма в организме, растягивается тело, снимается боль в пояснице. То есть сразу ощущается дыхание. Здесь учат концентрироваться на дыхании, понимать и чувствовать свое тело. Такие навыки будут не лишними в родильной палате. По статистике, женщины, которые занимались спортом во время беременности, легче переносят схватки, меньше подвержены разрывам и послеродовой депрессии. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». Разбиваю.